Здравствуйте! Здравствуйте, Люба! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сергей Николаевич, региональная неделя еще впереди, но вы сегодня здесь. Чем связана ваша незапланированная поездка? Ну, во-первых, у нас в конце месяца, вот как раз, когда у нас будет региональная неделя, у нас будут дни Нинецкого автономного округа в Совете Федерации, Российской Федерации. Это очень серьезное мероприятие, от которого мы ожидаем решений на уровне Совета Федерации в отношении Нинецкого автономного округа, развития, на ближайшую перспективу, на стратегию. То есть очень масштабное, серьезное мероприятие, будет серьезная делегация от округа во главе с Александром Витальевичем Цибульским. А вот сейчас прилетел, ну, вы знаете, у нас какие-то события на государстве после послания президента Владимира Владимировича Путина. Мы вчера приняли в первом чтении президентские поправки в Конституцию Российской Федерации. А в этой связи нам нужно сейчас максимально, у нас не так много времени, чтобы мы не только обсудили эти поправки, которые внес президент, но и жители округа внесли свои предложения в Конституцию Российской Федерации. И вот мне важно мнение, мнение жителей округа по внесенным поправкам, то, что они думают в этой связи. Сегодня мы вечером планируем провести региональный политсовет, наше региональное отделение партии «Единая Россия». Надо будет выработать конкретные решения, систему такую оптимальную, не так много у нас времени, порядка месяца, чтобы мы обсудили, во-первых, с первичками, с нашим первичным отделением, во-вторых, во-вторых, первых, тут так нельзя говорить, с жителями округа по тем поправкам, которые внесены, и что думает об этом житель округа, и какие поправки они будут внести. Вот это для меня важно. А расскажите о них подробнее, какие поправки были приняты? Значит, ну, прежде всего, мы сейчас о послании президента не говорим, поскольку уже мы с вами, наверное, не обсуждали его, но, тем не менее, я думаю, что здесь уже это всё обсуждено не один раз. То, что предлагает президент в соответствии с этим выступлением на послании, это было 15 января, где мы были, там два блока основных. Первый блок – это социальный, и второй блок – это государственное устройство России. По социальному блоку, в принципе, вот когда мне брали интервью в конце прошлого года, что я ожидаю от послания президента, или это было в начале, и, в принципе, вот то, что тогда я обозначил, что бы я хотел бы услышать, сказал президент, в принципе, всё прозвучало. Всё прозвучало, это нетрудно было проанализировать, прогнозировать, поскольку то, о чём говорят наши избиратели, о чём говорят жители округа, мы это постоянно докладываем и в правительство, и в администрацию президента, и вот то, что волнует людей, то, что беспокоит, это, в общем-то, и прозвучало у президента. Социальный блок. Что, на мой взгляд, очень важно? Это демографические проблемы, то, что мы находим сейчас в демографической яме, очень серьёзное яме, у нас серьёзно бывает население в государстве. Для нас это опасно, для таких территорий. Поэтому в этой связи президентам были предложены ряд таких мер социальных, на мой взгляд, очень серьёзных, с точки зрения поддержки, прежде всего, многодетных семей. По первому ребёнку у нас материнский капитал 466 617 рублей. Президентам предложено, значит, во-первых, когда первый ребёнок рождается, платить материнский капитал. При втором ребёнке плюс 150 тысяч – это уже 617 тысяч, 617 рублей. А уже если третий ребёнок, то ещё плюсом 450 тысяч – это компенсация по субсидии на приобретение жилья. То есть, по сути дела, больше, наверное, миллиона рублей. Очень важно, на мой взгляд, то, что президент предлагает закрепить конституционно, чтобы минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации был не ниже прожиточного минимума. Когда я пришёл в Государственную Думу, мы тогда только планировали, в 2022 году, чтобы прожиточный минимум сравнялся с минимальным размером оплаты труда. Мы это уже сделали ещё где-то года полтора, наверное, назад. Сравняли прожиточный минимум. Сейчас очень важно на конституционном уровне закрепить, чтобы он был не меньше прожиточного минимума. Это очень важно на самом деле. Очень важно это то, что президент предлагает делать индексацию пенсии на регулярной основе, то есть это будет ежегодно, индексация пенсии. Почему? Потому что, и об этом тоже много в прессе уже говорят, мы же очевидцы там видим, когда иногда правительство говорит о том, что денег нет, не хватает средств, может индексацию не делать, может её сделать меньше инфляции. То есть сейчас в Конституции было закреплено, что индексация в обязательном порядке, на регулярной основе, и что очень важно, мы много же говорили об индексации пенсии работающим пенсионерам, которые вынуждены сейчас работать, им пенсии индексации не идёт. Так вот, как только будут приняты изменения, которые предложил президент, в этой части будет индексация ежегодно и пенсии работающих пенсионеров. Но самое главное, то, о чём президент сказал, то, что мы, в общем-то, ждали и ожидали, это по реальным доходам населения. Мы в прошлый раз с вами говорили, идёт какое расслоение, какие заработные платы, какие ещё небольшие пенсии. В этой связи очень важно, чтобы жители округа России ощутили именно реальный рост заработной плат пенсии. Ведь, по сути дела, вот я даже считаю, что вот эти доплаты, они нужны, многие государства это делают, многодетные семьи, никаких вопросов нет. Но это не самое главное, вот эти доплаты. Ну, 500 тысяч рублей, 600 тысяч, да, большие суммы. Вот я всё время думаю, как-то мы обсуждали, говорю, у меня у деда было 14 детей. Значит, 14 детей, там бабушка умерла, младшему было 2 годика, он один их воспитывал. И какие доплаты были? Никаких доплат, он был уверен в завтрашнем дне, что у него есть скот, у него есть коровы, олени, он продержит, он вырастет, эту семью выдержит. Если бы его не раскулачили, а его раскулачили, увезли, и 14 детей остались на лавках без отца и матери, без отца и мамы. Вообще 14 детей остались на лавках. Или у меня папа с мамой там 6 сыновей, что они получали доплаты? Конечно, нет. Но они были уверены, что они поднимут нас и вырастят, и выучат, что в этой сети самое главное, на мой взгляд, это то, чтобы была достойная заработная плата, чтобы у молодых людей была работа, чтобы они могли передвигаться, и тогда они сами будут рожать детей, и будут семьи многодетными и прочее. Вот это очень важно. Но на данном этапе, на данном этапе, то, что предлагает президент, действительно, это такая поддержка, на мой взгляд, очень мощная и серьёзная. Кроме этого, он предлагает от трёх... Мы же от одного до трёх лет, сейчас поддерживаем ребятишек, прожиточный минимум и плачем не 50 рублей, прожиточный минимум сделали. Сейчас он предлагает от трёх до семи лет половину прожиточного минимума в регионе. То есть это тоже такая поддержка достаточно серьёзная. И вот этот блок социальный, прозвучало то, что все мы ждали, конечно. То, что все мы ждали на самом деле. С той точки зрения, и самое главное, на мой взгляд, ещё раз подчеркну, до платы всё это хорошо, но важен рост экономики, а это значит заработные платы, пенсии, чтобы вот это мы все почувствовали. Вот это социальный блок. Он прямо потребовал от правительства, и попросил из федерального собрания, полностью Совет Федерации Государственной, я думаю, что в этом направлении мы тоже активно включились, работали. Это изменение коснулось и образования. Наконец-то у нас классные руководители получат заслуженную надбавку. Вот можете рассказать подробнее? Да, он прямо сказал о том, что классные руководители получат, причём из федерального бюджета, не из местных бюджетов, а из федерального бюджета по 5 тысяч рублей ежемесячно за классные руководства. Причём обратил внимание регионов, у нас же тоже доплаты есть, в каждом регионе они по-разному, чтобы вот те доплаты, которые имеются в субъектах Российской Федерации, чтобы они ни в коей мере не отменялись, а одновременно и с поддержкой на уровне федерального центра. Мы уже, кстати, приняли ряд законов, те предложения, которые он предложил, потому что не всё же в Конституции нужно изменения вносить, это есть и изменения в федеральном законодательстве. Мы уже приняли буквально вчера, позавчера в первом чтении, что материнский капитал можно использовать на строительство жилья, на индивидуальное жилищное строительство на садовых участках, ввели должность заместителя Государственного совета. Вот это то, что социальный блок. Но то, что я не сказал, предполагал, не сказал, когда мне спрашивали, что я ожидаю, о Конституции мы много говорили, здесь с вами обсуждали необходимость снесения изменений Конституции. Но вот здесь у него прозвучал целый блок, очень серьёзный блок, на мой взгляд, который скажется и на десятилетия, на десятилетия в государстве российском. Очень важные такие события, на мой взгляд, если примет население, если поддержит его инициативы в этой связи, то это достаточно серьёзно. Ну, первое, что он озвучил, это верховенство Конституции Российской Федерации над международными актами. Потому что сегодня, к сожалению, мы видим в тех условиях, в которых мы находимся, Европейский суд по правам человека, какие решения принимает, практически там все решения в пользу не Российской Федерации. И мы вынуждены это делать. Потому что Конституция принималась ещё при Ельцине. И рядом сидели советники наших друзей, в кавычках, которые советовали нам принимать. Уже многие государства, большинство государств приняли Конституцию такова, что Конституция своего государства у нас главенствующая роль играет. Вот в этой связи как раз по детям войны, буквально вчера, наверное, у нас было пленарное заседание, и многие мы говорили, что давайте им вам доплачивать детям войны, по тысячу рублей предлагает оппозиция, ещё там, да мы готовы. И на этом играют ещё, знаешь, вот так вот. Ну, некрасиво было как-то в том, что мы якобы и деньги жалеем для детей войны. Да нет. Сейчас на федеральном уровне мы не можем принять вот эту норму, чтобы мы поддерживали детей войны. Почему? Потому что, как только мы это сделаем, сразу государства наши, которые бывшие из Советского Союза, подают в Европейский суд, в Европейский суд. Уже не надо даже угадывать, какое будет решение. И мы будем обязывать эту поддержку оказывать всем детям войны бывшего Советского Союза, поскольку Россия является правоприемником. Об этом все знают. Но, тем не менее, выступают с трибуны, давайте мы это сделаем, уже пора детей войны. Да кто против? Что мы не знаем проблему детей войны? И поэтому испустили на регионы, у нас здесь, по-моему, 6 или 8 тысяч мы выплачиваем детям войны в Ненецком автономном округе. Это одна из самых лучших поддержек, в целом, по Российской Федерации. И Федеральный Центр принял решение это делать через регионы. Другой вопрос. Надо подумать, как сделать, чтобы Федеральный Центр поддержал те регионы, которые не могут это сделать, у которых нет денег, чтобы поддержать детей войны. Вот это очень важно. И вот в этой связи, вот эта норма, которая будет говорить о том, что наша Конституция выше, очень важна на самом деле в той ситуации, в которой мы находимся. Далее, роль представительных органов власти, Совета Федерации Государственной Думы. Безусловно, роль усиливается. Ведь, по сути дела, вот это, если это примет решение, и жители России его поддержат, наверное, впервые за историю России будут представительные органы власти влиять на решение государства, и будет учитываться воля избирателей, народа, в решениях, которые принимает самый верхний уровень власти. Здесь сегодня президент дает право Государственной Думе по сути дела утверждать председателя правительства и его заместителей. Без утверждения Госдумы не пройдет назначение председателя правительства и его заместителей. То есть тот депутат, который находится в Государственной Думе, который избрали, Коткина, условно говоря, представлять интересы не низкоавтономного округа, значит, мне жители округа доверили согласовывать, утверждать, не утверждать того или иного председателя правительства. Это очень серьезная полномочия. Это не только решение, это огромная ответственность, в том числе и депутата, и жителей округа, за то, что мы назначаем вот этого председателя правительства. Совет Федерации, практически весь силовой блок остается за Советом Федерации. Или вот основное, на мой взгляд, то, что президент Российской Федерации, кандидат на должность президента Российской Федерации не должен иметь гражданство иностранного государства, он не только не должен иметь другого, и даже не только гражданства, но и вида на жительство в другом государстве. то же самое по... не совсем то же самое, но и депутаты государства, но и Совет Федерации, председатель правительства, его заместители, не должны иметь гражданства иностранного государства. Это очень важно на самом деле. Почему? Потому что, вот если говорить по депутатам, то депутат представительного органа, я выражаю волю своих избирателей. А если я бы являлся гражданином Соединённых Штатов Америки, то я обязан выполнять волю инорода Соединённых Штатов Америки. Более того, если нет отдельных соглашений между государствами, то я был бы, если чуть помоложе, я был обязан проходить военную службу в том государстве, где у меня есть гражданство. Более того, если они ввели санкции в отношении России, и эти санкции мной не выполняются здесь, если у меня есть другое гражданство, то они меня могут привлечь к уголовной ответственности. Я вообще поражаюсь, почему раньше не принималось такие вещи. И вот это сейчас вносит президент, вносит поправки, чтобы устранить вот эти... Потому что если ты гражданин другого государства, там у тебя недвижимость, там у тебя дети, там у тебя внуки, ну, живи там. Живи там. Работай в бизнесе, занимайся бизнесом, но не на уровне высших органов государственной власти, где ты принимаешь решения непосредственно касающихся суверенитета и безопасности государства. И вот таких поправок очень много, мы их очень подробно обсуждали, и я думаю, что еще не меньше их будет. Сергей Николаевич, вот прежний состав Кабинета министров не раз подвергался критике, особенно блок, который касался здравоохранения, образования и социалки. Вот уже успели пообщаться с новыми министрами, Госдума с ними познакомилась, и какое впечатление у вас о них сложилось? Значит, мы согласовывали председателя правительства Мишустина. С ним мы общались очень подробно, он встречался с каждой фракцией, в том числе и с нашей, отвечал на наши вопросы. Лично я его не знаю, только по сети, по интернет, по отзывам своих коллег, которые с ним работали вместе. Но те вопросы, которые ему задавали в зале коллеги, ответы мне его понравились. Чувствуется, что он в теме, чувствуется, что он владеет вообще многими вопросами с точки зрения экономики, налогов, финансов, разбирается, цифрами даже владеет. Мы получили очень чёткие ответы практически на все вопросы, а если он что-то и не мог ответить, он говорил о том, что я не готов, я ознакомлюсь с вашим проектом закон и выскажу свою точку зрения по нему. То есть, вот в этом плане мне он понравился. Кто будет его заместителями, уже мы знаем, кто с нами, этот вопрос пока не проговаривался, мы уже с ними работаем, они уже у нас выступают в Государственной Думе. А с точки зрения претензий, проблем по правительству Дмитрия Анатольевича Медведева, я тут хочу сказать, что у нас не просто проходили комитеты, и мы тоже с вами об этом здесь говорили, много было вопросов на самом деле, но предыдущим правительствам сделано очень много на самом деле. Мы с вами, когда в прошлый раз говорили, мы говорили, что 19-й год год переломным, я его назвал, новейшей историей России. Почему переломным? Потому что, особенно последние два-три года, мы готовили, готовили вот то, что говорит президент, прорыв, для того, чтобы делать прорыв, нужны силы, нужна уверенность, что мы это осилим. Для того, чтобы была социальная поддержка и высокие заработные платы и пенсии, для этого нужны деньги. Вот в этом плане правительство, на мой взгляд, отработало, и сегодня у нас фонд национального благосостояния порядка 8 триллионов рублей. Сегодня они по концу года, то, что мы говорили, что финансирование сейчас будет поступать в январе, феврале месяце, в регионы, оно поступало только летом и к осени. Они в прошлом году отработали всю нормативную правовую базу. Всю. По сути дела, сегодня создан такой задел, накоплены силы для того самого прорыва, о котором говорит президент. И вот сейчас то, что назначили Мишусте, он, кстати, возглавлял налоговую службу, и она признана одной из самых лучших в мире, в Российской Федерации. Другой вопрос, как пойдет работа дальше? Я надеюсь, что это не за счет налогообложения жителей государства. Безусловно, тут какие-то механизмы новые должны быть, и у него есть варианты, мне, по крайней мере, понравилось, как он, говорю, отвечал на пост, на то, что Дмитрий Анатольевич сделал и подготовил вот эту базу для того, о чем сегодня мы с вами говорим, это очень важно. Вот почему я назвал прошлый год переломным? Я думаю, что наступил перелом, перелом, когда и президент, и правительство может сказать, что мы можем сделать то, о чем говорили с точки зрения роста экономики. Мы все надеемся на это, что это произойдет. Вот это очень важно. И сегодня все для этого есть. В среду Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект, который касается учета коренных малочисленных народов. Расскажите, в чем его актуальность и необходимость? Этот закон, как и многие другие, десятилетиями не принимался. Десятилетиями. А почему? Очень непростой. Он нужен очень просто. Почему? Потому что мы сегодня не знаем, кто является коренным малочисленным народом Севера. Ну, там, по численности. У нас вот кто? Мама, условно говоря, русская, отец ненец. Являет ли он коренным малочисленным народом? Или нет? Всех нужно выбрать сам, когда в паспорт он вписывает. Да, выбирали, там, выбирали, когда отец коми, там, Кем ты хочешь быть? Писали, кто кем хотел. Сейчас нет этого. У нас пенсия осталась прежней для коренных малочисленных народов. У нас льготы на уровне федерального. И у нас льготы очень такие существенные на местном уровне. Кстати, сейчас очень серьезная поддержка дополнительная по Ненецкому автономному округу у нас здесь, по коренным малочисленным народам Севера. А мы не знаем, кто есть кто. Поэтому вот этот закон, приняли в третьем чтении его вчера, он как раз, на мой взгляд, очень четко. Немного сложновато, это сложновато, но четко разложено все детально, что какие документы предоставить, и когда четко человеку скажешь, что вы являетесь коренным малочисленным народом, вы получаете все эти льготы. Это только сейчас вот эти льготы. Я сейчас скажу еще почему-то очень важно и нужно. И вот этот механизм, который там предлагается, там очень сложно, кстати, кому-то и попасть в коренные народы, если ты таковым не являешься. Это тоже важно. Но практика покажет, ведь закон, он тоже живой организм, нужно будет носить поправки, изменения какие-то, если мы сейчас это все почувствуем, как он будет работать. Но то, что сегодня по коренным народам мы приняли этот реестр, мы определились, кто и кто, есть важно. Почему? Потому что совсем недавно создан фонд по родным языкам, по развитию родных языков, значит, создан институт, который по сохранению развития родных языков. Теперь президент Российской Федерации буквально вчера, позавчера дал 17, порядка 17 поручений правительству, именно нацеленных на коренные малочисленные народы. Там очень серьезные позиции на самом деле заложены. Прежде всего, речь идет по родным языкам. Мы сейчас, когда институт заработал, мы увидели, что, оказывается, по русскому языку у нас все отработано. Но есть коренные народы, есть такие языки, которые на кириллице не могут письменность свою написать. Нужна не кириллица, нужна латынь или еще что-то там. И они с точки зрения закона мы не могли ничего от этого сделать. Поэтому мы только вчера обсуждали на комитете и рекомендовали комитетам поддержать проект закона, где четко расписывается по языкам, вносим подробнейшее идет описание, как нам сохранить письменность коренных малочисленных народов, которые мы, кстати, утрачиваем. Далее. Президент дал основные, которые, на мой взгляд, очень важные, которые президент дал поручения, это целевое направление изучения и подготовка учителей для преподавания родных языков. Не только целевое направление, но еще и социальная поддержка студентов, которые будут учиться. Кроме этого, национальное телевидение, национальные программы, поддержка всех наших этногрупп, небольших, которые по численности небольшие, все языки у нас 177 в Российской Федерации, чтобы мы прекратили, к сожалению, к большому. У нас, кстати, если смотреть по всему миру, то мы смотримся очень неплохо с этой точки зрения. Но мы многоконфессиональное, многонациональное государство, 177 языков, и наша задача сохранить эти языки, чтобы люди общались на своем родном языке, не стеснялись говорить на своем родном языке. И если он хочет его изучать, сохранить в душе, в сердце, чтобы он этот язык познал, изучил, вот для этого делается сегодня очень многое с тем, чтобы вот все это определить на законодательном уровне, на федеральном, на региональном и до местного самоуправления. Какие еще вопросы касаемые коренных малочисленных народов находятся на повестке в Госдуме? Ну, прежде всего, вот я то, что озвучил президент, вот эти 17 поручений, ну, из них там по Кавказу несколько касается, где-то более 10 касается именно коренных напрямую, напрямую Ненецкого округа касается. Кроме того, нам важно сейчас проработать вопрос по этнологической экспертизе, с тем, чтобы когда нефтяные компании заходят в регион и работают на нашей территории, чтобы не ущемляли права коренных народов, прежде всего, их традиционный образ жизни, хозяйствования, в этой связи очень важна не только государственная экологическая экспертиза, а экспертиза вот на месте, чтобы мы не нарушили ни культуру, вот то, о чём мы с вами и говорили. Кроме того, на мой взгляд, очень-очень важно, и мы об этом тоже, когда проводили парламентские слушания, много об этом говорили, мы приняли закон о любительском рыболовстве в целом по Российской Федерации. В принципе, на федеральном уровне есть там возможность ловить рыбу, но мы должны быть уверены абсолютно чётко, без всяких сомнений, что коренные народы, которые живут особенно кочующие, население, кочуют, которые, они имеют право должны до ресурсов, чтобы они могли рыбку поймать, чтобы они могли где-то там яйцо там взять какое-то на еду, поскольку поколениями они этим занимались. Вот здесь ни в коем случае нельзя допустить какие-то ущемления, очень много, и у нас буквально сейчас опять будут обсуждения, уже на весенней сессии мы будем обсуждать, с тем, чтобы чётко всё-таки отлазить. Я же посмотрел, когда летел сюда, что наш департамент природных ресурсов провёл там видеоконференции, или они там встречались, объясняли людям, вот на мой взгляд, здесь очень важно отработать, не злоупотребляя, не на этом вопросе, на коренных народах, а чётко дать им возможность, не зарабатывая, кстати, не делая бизнес на тех вещах, которые никогда не были традиционным хозяйствованием, а чтоб не ушло какой-то бизнес, промышленный и прочее, чтобы разрушить ту среду, в которой они веками жили. Сергей Николаевич, в СМИ прошла информация, что выборы в Госдуму могут пройти досрочно, чуть ли не в 2020 году. Насколько это соответствует реальности? Так ли это на самом деле? Во-первых, это пошло со стороны Запада. Сейчас Запад опять напрягся. Почему они напряглись? Потому что то, что внёс президент, на самом деле идёт на укрепление государства, на укрепление государственности, на укрепление сувениринитета. Они опять там заволновались, забеспокоились. И пошла волна. Пошла волна по распуску, по недопуску. Снимают на послании президента, видео снимают, спит, якобы сидит там у нас, депутат. У меня соседка Касаева там кого-то. Моргнул, в этот момент показали, что он спит. И по всем сетям идёт, ну что это такое. Ну я знаю прекрасно коллегу, депутата своей. В этой связи тут, я думаю, что никакого распуска нету и не будет. Я думаю это безусловно так, потому что, на мой взгляд, в данном случае не примите как в свой адрес абсолютно, поскольку мне ещё надо работать и работать, но вот, на мой взгляд, Дума достаточно эффективно работает во главе с Володиной. Очень многое делается, на самом деле очень многое делается. То, что раньше никогда в Государственной Думе не было. И очень тяжело работать. Очень тяжело. Я, наверное, ощущаю, насколько это, какое напряжение. Вот, по сути дела, у нас депутаты все сейчас в регионах. Я прошлые выходные был здесь, сейчас здесь, для того, чтобы обсудить все инициативы с жителями округа. Региональные недели. Сейчас там рабочую группу предлагают, одну возглавив, вторую рабочую, третью, законы, которые дают, которым нужно его докладывать. А его мне дали только за три часа. То есть, настолько идёт напряжённая работа. И это работают коллеги, которые действительно искренне с душой. А что касается следующих, у нас времени, как всегда, не хватает, наших действий, да? Что вот сейчас мы приняли вчера в первом чтении поправки в Конституцию. Далее этот документ пошёл в регионы. В течение где-то нам дали 15 дней для того, чтобы мы внесли поправки. Я уже внёс поправки туда, которые, считай, нужно внести. Пошёл документ в регионы. Сейчас представительные органы власти на местах, в субъектах его обсудят, отработают. Отработают. Вот сегодня вечером ибом отрабатывает в целом порядок, систему, как мы это выстроим, всю работу с населением, чтобы высказать свою точку зрения. Затем эти все поправки, а их будут тысячи, я думаю, что пойдут на рабочую группу, которая создана президентом. В этой, кстати, рабочей группе наш земляк, Литков Григорий Петрович, уроженец Нальминоса, и который возглавляет большую ассоциацию коренных молочисленных народов. То есть там это тоже народы будут представлены, коренные, для нас это очень важно. После того, как они сформируют блок вот этих поправок, наши поправки также пойдут между первым и вторым чтением, ориентировочно где-то 16 февраля мы планируем уже обсудить все поправки наши, которые депутатские пойдут, с территорией, которые придут поправки, соглашаются, не соглашаются регионы, и принимаем его в третьем чтении. Затем он пойдет уже на общероссийское голосование. Сергей Николаевич, как всегда, времени с вами не хватило, но успели очень многое обсудить. Спасибо вам за встречу. Будем ждать на региональной неделе. До новых встреч. Спасибо вам большое. Напомню, это была программа «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях был депутат от Ненецкого округа Сергей Николаевич Коткин. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Семкин